Добрый вечер вам всем! Сегодня я хочу вас вначале всего поздравить с праздником Хануки. Спасибо всем, кто сегодня с нами. Я хочу сказать большое спасибо семье Малаевым за то, что сегодня они организовали этот урок. Лейлю Нишмат, своего неповторимого, мудрого, порядочного отца. Рахмакада Бошам, Рогавриэль Малаев, Бемурат Эстер. Сегодня и по-русски, и по-еврейски ровно 19 лет, как он ушел из жизни, потому что каждые 19 лет еврейские и григорианские календари, они совпадают вместе. Этот человек был учителем, очень был скромный, мудрый человек, прожил 70 лет, оставил очень хороших детей. Я желаю его жене Третью Тамаре долгих лет жизни, его детям, наш дорогой Третью Цвета, его сын, господин Игорь и дочь Лариса, Домот. Вам желаем долгих лет жизни, грандшилджен, родственники, Домото. Мы вам всем желаем много-много лет жизни. Еще раз спасибо, что вы сегодня организовали этот урок. Я сегодня буду отвечать на разные интересные вопросы. Одна женщина, она раньше была не религиозной, и она постепенно-постепенно стала религиозной, она соблюдает шаббат, но, к сожалению, ее муж, он еще немножко далек от этого, и она говорит своему мужу, давай будем соблюдать шаббат, давай перестанем нарушать шаббат. Он говорит, я не могу, я готов телевизор не включать, я готов не ехать на машине, не трогать телефон, но одну вещь я не могу исполнять, я не могу бросить курить. Он не может, у него такая нехорошая привычка, что он курит, к сожалению, не дай Бог, он курит на шаббат. И вот эта женщина плачет, плачет, и она пришла к своей учительнице, эта женщина, и она говорит, я не знаю, что делать с моим мужем, потому что он хочет соблюдать шаббат, он готов не ехать на машине, он на работу не идет, он не нарушает. Но вот одну важную вещь он нарушает, это что? Он курит на шаббат. Он не может без сигареты, вот это его слабость, что у него вот эта привычка. И ее учительница говорит этой женщине, у меня, говорит, для тебя есть совет, скажи хотя своему мужу, чтобы он не курил на шаббат, пока еще горят субботние свечи. Как вы знаете, женщина зажигает субботние свечи. Сколько часов эти субботние свечи должны гореть? Вот сегодня у нас праздник Хануки, третий вечер. Ханукальные свечи должны минимум гореть сколько минут? 30 минут. А субботние свечи сколько должны гореть хотя бы? 4 часа. 4 часа, вы говорите? Пока вы кушаете, надо, чтобы они горели, субботние свечи. Значит, если шаббат зашел, несколько дней тому назад зажигали свечи в 4.10, сейчас самые короткие дни, в 4.10 заходит уже зажигание свечей. Пока мы возвращаемся в синагогу, это уже 5.30, 5.45, значит субботние свечи должны гореть минимум полтора, два, два с половиной часа. И вот эта женщина, она говорит своей ученице, которая замужняя женщина, скажи своему мужу, чтобы он не курил сигареты, пока субботние свечи горят. Он сможет этого устоять? Да, он сможет. А ты что сделаешь? Ты пока будешь зажигать маленькие нормальные свечи, а потом ты будешь эти свечи увеличивать. Свечи будут гореть потом 3 часа, потом 3 часа и 15 минут. И таким образом, постепенно, постепенно, потом ты будешь зажигать какие свечи, которые умершим зажигают, 24 часа, которые горят. Вот так постепенно, постепенно ты его от этого отвыкнет, он перестанет. Это, думаете, поможет или нет? Посмотрим. Итак, на самом деле, эта женщина, она не использовала восковые свечи. Она решила зажигать субботние свечи оливковым маслом. И она ставила масло, и каждый шаббат она добавляла чуть-чуть, на капельку-две масла больше, постепенно, постепенно. И так ее муж не курил 2 часа, 3 часа, 4 часа. Но вы знаете, что случилось? В один прекрасный день, который оказался непрекрасным, она забыла зажигать субботние свечи. Обычно женщина не забывает зажечь субботние свечи. Но она тоже сама еще не так уж религиозна, она только, знаете, тоже в начале дороги. Она забыла зажечь субботние свечи, а уже шаббат зашел. Теперь, если ее муж вернется, он сейчас в синагогу пошел, он идет в синагогу, если он сейчас придет домой, и он видит, что субботние свечи не горят, что он сделает? Он сразу начнет курить. Теперь, как вы думаете, имеет ли она право пойти к своей соседке неевреки и сказать, идем быстро зажги мне субботние свечи, без благословения, просто главное, чтобы они горели, чтобы мой муж пришел, когда в синагоге, чтобы он видел, что у нас с ним договорились, что он не будет курить, пока еще свечи горят. Теперь, у нас есть закон, что нам нельзя говорить не еврею что-то делать. Если мне этого делать нельзя, мне нельзя говорить это не еврею сделать. Я могу ему дать намек, здесь темно. Так, и то есть законы, когда можно, когда нельзя. Можно ли ей пойти и сказать не еврейке, чтобы она зажила эти свечи или нельзя? Как вы думаете, можно или нет? Вы говорите, нельзя. Цвета ваша вне. Я не знаю, раз такое договор, она не хочет ломать, чтобы он опять не курил, наверное, без благословения не может. Да, но не еврейка благословения не скажет. Главное, чтобы он видел, что свечи горят. Теперь, курить шаббат – это грех по Торе. Но сказать не еврею что-то сделать, это мудрецы запретили. Когда у нас есть выбор, сделать грех маленький или большой, то мы предпочитаем, чтобы большой грех не был сделан. Стоит ли я сейчас сделать нарушение маленькое, что она скажет не еврейке зажечь свечи, чтобы удержать своего мужа от большого греха, чтобы он не курил на шаббат? Можно или нет? А мы разве знаем, сколько какая-то... Да, мы знаем. Мы знаем, зажигает свет в шаббат огонь – это грех по Торе. Но говорить не еврею это сделать, это мудрецы запретили. Мы хотим рассказать еще один случай, который на этот похожий. Примерно 70 лет тому назад был один человек, который был молочник. Что он делал? Вы помните, в Союзе у нас, когда были бутылки от молока, мы их сдавали. Было такое или нет? Это бутылки от кефира было, я не знаю, от чего это было. Мы сдавали бутылки. Здесь в Америке тоже люди ходят и собирают бутылки, бедные люди, по пять копеек мы это выкидываем, и они собирают. Сколько они должны собрать, чтобы сделать 20-30 долларов. И вот был один еврей, который жил вне Израиля, и он что делал? Он собирал эти пустые бутылки, он ходил под домом людей, люди во дворе оставляли бутылки пустые, а он проносил им молоко, которое уже, или проносил молоко, или просто забирал бутылки, он писал, кто сколько бутылок сдал, потом он давал им кредит, вот так у него собирал он бутылки. Итак, этот человек, великому сожалению, он эти бутылки собирал в шаббат тоже. Много людей не знают, что в субботу не только нельзя включать и выключать свет, в субботу также нельзя выносить вещи на улицу. Если человек вынес вещи на улицу, или с улицы занес что-то домой, или он на улице таскал вещи, четыре шага, каждые четыре шага, которые вы несете вещи по улице, это считается нарушением шаббата. Бутылки тоже не выкидывают. У нас здесь в районе Fresh Meadows есть Ируф. Ируф означает, что мы это как будто бы один общий дом, а не ставить веревку по всему микрорайону, и это считается как будто это весь один общий дом. Когда Ируф можно носить? Когда Ируф можно носить, если это необходимо. Если это прапорти, а не дом. Со своего прапорти не дает? Если, например, вы вынесли в свой двор, и там есть ограда, то вы можете во двор вынести вещи. Да. Но если вы хотите вынести на улицу, и Ируф нету, есть места, которые Ируф не поможет. Есть большой вопрос, если на Квинсбульваре Ируф поможет или нет. Почему? Если улица шириной 16 метров, и также проходит там 600 тысяч человек каждый день, уже никакой Ируф там не поможет. Потому что это уже 100% считается общественное место. Когда евреи вышли из Египта, сколько было мужчин там? 603 тысячи 550 человек. Мы говорим 600 тысяч, на самом деле там было 603, 550. Это не считая детей, не считая женщин, стариков. Теперь есть, например, здесь у нас в Реш-Медовс, улица шириной 16 метров есть. Но здесь 600 тысяч человек не проходит каждый день. Поэтому это называется по Торе Кармелит. Кармелит это не считается частное место, не считается общим местом, это считается между. Здесь Ируф поможет. Но Квинсбульвар, так как это громадная улица, и там 600 тысяч человек проходит, говорят, что если они в машине, это не считается, это большой спор. Есть, например, в Манхэттене, Таймс-Сквер, Таймс-Сквер, где там телевизор есть, там 600 тысяч человек есть каждый день, там миллион человек каждый день есть. Там никакой Ируф не поможет, там нельзя вообще ничего. Вы с магазина весь на улицу вынесли, или с улицы в магазин занесли, сто процентов вы нарушили шаббат. Или вы, или вы, в Манхэттене, Таймс-Сквер вы несете что-то, ключи. Каждые четыре шага, которые человек несет вещи, он нарушает шаббат. Сорок шагов прошел, десять раз шаббат нарушил. Окей? Два шага остановился, это уже считается половина греха, как бы, это тоже, хоть еще раз урминатура. Итак, а этот человек, который собрал бутылки от молока, он нарушал шаббат. И вот один религиозный человек, которого звали Рувейн, он всегда ставил бутылку на улице, и в пятницу он бутылки не ставил. Почему? Потому что он говорит, я себе бутылки сейчас поставлю, этот еврей нарушит шаббат, и он возьмет мои бутылки и будет нарушать шаббат. Я говорю, знаю, что он у других бутылки собирает, но я не хочу, чтобы он еще, и мой грех сделал, что он бутылки мои будет тоже таскать на шаббат. И вот однажды в пятницу утром он по привычке забыл и оставил бутылки на улице. Еще шаббат не зашел. И когда уже шаббат зашел, он понял, что он ошибся. Он говорит, что происходит? Он в синагоге пришел в пятницу вечером домой, и он видит, что бутылки он оставил на улице. Он говорит, ой, Ваовой, говорит, сейчас этот человек завтра придет, в шаббат. И мои бутылки возьмет и нарушит шаббат из-за меня. На улице он оставил. Но на улице тоже, мы сказали, таскать нельзя, каждые четыре шага. Потом он пронесет к себе домой или в завод отнесет, где бутылки эти моют, понимаете, где молоко там наливают. И вот в книге Хелькать и Аков Орахаин, глава 143, он отвечает на этот вопрос, может ли этот еврей попросить нееврея, чтобы он эти бутылки занес к нему во двор? Это то же самое, правильно? Он говорит нееврею, занеси бутылки домой, чтобы завтра этот еврей не пришел, эти бутылки не собрал, и чтобы шаббат не нарушил. То же самое, как и наш вопрос. И что он ответил? Так как Рувейн, он эти бутылки оставил сам, и ты ставишь подножку этому человеку, который собирают бутылки, поэтому ты ему ставишь подножку. Гамара говорит нам, Талмит Хахам, он даже готов сделать маленькое нарушение для того, чтобы спасти нерелигиозного человека, чтобы он не сделал большой грех. И тос вот говорят, это только если этот грех будет сделан из-за вас. Но если вы тут ни при чем, вы тут ни при чем, теперь, что такое из-за вас? У нас есть закон, когда у вас есть фрукты в Израиле выросли, вам нельзя кушать эти фрукты, пока вы не дадите проценты коэну и левиту. Все цветы, вы об этом слышали? Допустим, что вы в Израиле живете, скажем, и у вас там выросли пшеница, ячмень, другие злаки, там, другие фрукты, овощи. Пока вы коэну и левиту не дадите проценты от этого урожая, вам его кушать нельзя. Много людей в Израиле живут, это не знают. Поэтому в Израиле у религиозных, когда они идут в магазин, уже раба это отделяет. Они уже, когда покупают, это уже готово. Теперь, если, например, вы раба, у вас есть урожай, у вас есть виноград, и вы забыли от него отделить десятину. Трумау, маосер, вы коэну и левиту не дали. И к вам пришел нерелигиозный человек, вы говорите, кушай, пожалуйста. И вы сделаете ему сейчас, он сейчас из-за вас сделает грех. Он будет кушать плоды, которые не отделили Трумау, маосер. В этом случае вы имеете право сделать маленькое нарушение, чтобы его остановить от этого большого нарушения. Например, вы говорите, не еврея, быстро догони его в шаббат, чтобы он это не поел. Потому что вы в этом виноваты, вы ему в руки дали этот виноград, правильно? Но если вы ему не давали ничего, он сам нашел другой какой-то виноград, вы не обязаны нарушать закон, сказать не евреи, его догнать, чтобы он это не нарушил. Вы поняли разницу? Когда вы виноваты, это одно, но когда вы не виноваты тут, он сам это нарушает, вы не обязаны делать даже маленькое нарушение. И поэтому может быть, это то же самое. Эта женщина, она должна сказать не еврейки, пожалуйста, эта женщина забыла зажечь субботние свечи. Из-за того, что ты забыла зажечь субботние свечи, твой муж сейчас будет что делать? Курить на шаббат. Ты виновата, быстро скажи не еврейки, чтобы она зажла свечи. Но много другие раба говорят, что это две разные вещи. Потому что то, что вы не зажгли субботние свечи и то, что ваш муж курит на шаббат, это две разные вещи. Вы понимаете? Это две разные вещи, он говорит. Какая связь между того, что вы свечи не зажгли и между того, что он сигарет курит? Это вы такой договор сделали, но это две разные вещи. Поэтому в конце концов ответ, который на этот вопрос мы ответим, нельзя говорить этой женщине, чтобы она сказала не еврею, чтобы она зажла эти свечи, чтобы ее муж не курил на шаббат. Так что ответ на наш вопрос какой? Можно говорить не еврею или нет? Нельзя говорить не еврею, чтобы как говорится, она зажла эти свечи. Мурабра Бутай. Есть такой интересный вопрос. Когда умирает человек, мы ставим ему памятник, правильно? Почему когда умирает человек, мы ставим памятник? Почему не можем мы человека похоронить и ничего не ставить? Первая причина, потому что мы хотим, чтобы люди знали, что здесь кто-то похоронен для того, чтобы никто здесь не копал. Но если умирает животное, животного надо похоронить или нет? Если, например, у человека есть собака, и эта собака погибла, собаку надо сдать, или надо ее выкинуть, или ее надо похоронить, что надо делать, если животное погибло? Есть закон или нет? и здесь задается вопрос, где мы нашли такой случай, где похоронили собаку и ей поставили памятник? Есть такое кладбище для животных? Вы знаете, у американцев есть. Animal Cemetery. Понимаете, есть такие люди, которые очень привязаны к своим животным. Конечно, мы не согласны с этим, но есть такая вещь, но один был случай, где еврей поставил памятник собаке. Вы знаете об этом случае или нет? Это было? Арменина. Знаете, одного, кто поставил? Это было в Союзе? Но здесь рассказывают, у нас есть два Талмуда, есть у нас Вавилонский Талмуд, и есть у нас Иерусалимский Талмуд. Иерусалимский Талмуд, Масеха Трумот, глава восьмая, параграф третий написано Были два-три пастуха, которые доили корову, у них было молоко. Убан Ахашвашатам и Ахана ванатам боятарсо. И когда они были заняты пастухи своими делами, молоко было открытое, у нас есть закон, что воду, вино, молоко оставлять открытым нельзя. все все что жидкое надо что делать? Покрыть. Это именно днем или ночью? Ночью из-за нечистой силы, но днем тоже. Нерия, you know why? During the afternoon, during the day, you also have to cover the water, потому что в нашем союзе были змеи. How old are you when you came here? Two years old? Я когда приехал в Америку, мне было 14 лет. Так что ты не помнишь Самарканд, но я помню Самарканд очень хорошо. Мне было 14 лет, когда я сюда приехал. У нас в Самарканде были змеи. Они, конечно, были небольшие, они вот такие были размером. Они были зеленого цвета, они были серого цвета. Я помню, у нас были змеи во дворе. У моей бабушки однажды в мышеловке поймала змея. В Самарканде. В Израиле тоже есть змеи? Теперь, когда змей бывает ядовитый, змей бывает не ядовитый, но нельзя говорить, он маленький, он такой невинный, такой змей маленький, он тоже может ядовитый. Очень опасно. Если, например, человек оставит воду открытой, у нас в Союзе не всегда водопровод работал. Когда на улице были замерзкие, водопровод замерзал, помните? И мы должны были черпать воду из колодца. Теперь, если, например, вы пронесли воду из колодца, у вас в ведре есть вода, эту воду оставлять открыто нельзя. Ночью, потому что нечистая сила, масло надо покрывать, воду надо покрывать, а днем, потому что змей может, и ночью тоже он может, если, например, есть змеи, есть скорпионы в Аризоне, змей может оставить яд, и человек, который попил, может умереть. Теперь, в книге Моисбор, Йосеф спрашивает, есть, например, 10 человек попили воду с ведра, они не умерли, еще немножко вода осталась, можно 11-му эту воду попить или нет? 10 человек воду попили, не умерли, нет, я сказал, что они умерли, они не умерли. Последний человек хочет воду допить, то, что осталось немножко в ведре, можно или нет? Нет. Почему, знаете, если эта вода была открытая, 10 человек попили, не умерли, 11-й может умереть. Почему? Есть три вида змеи, есть молодая змея, есть средний возраст змеи, и есть пожилая старая змея. Молодая змея, ее яд очень тяжелый, и он идет куда? Вниз ко дну, он идет вниз ветра. Старая змея, ее вода, яд находится наверху, а средняя змея, ее яд, она в середине. Теперь есть, например, эта змея была маленькая, молодая, и яд ее пошел вниз, 10 человек воду попили, не умерли, сейчас 11-й попьет снизу воду, и что будет? Он может умереть. Поэтому, если воду оставили открытой, его надо вылить. Если нету змеев, у вас в доме есть змея? Сегодня у нас в Квинсе нету змеев, правильно? Может быть, в Апстейд, Нью-Йорк там змеи есть, может, в других местах. Скорпионы у нас есть? Скорпионы тоже нету. Что у нас есть, которые ядовиты? Есть ядовиты? Москиту, я не думаю, что он может из-за этого воду сделать ядовитой. Да, я знаю, что москиту, он размножается на воде, но я не думаю, что если он откладывает там свои личинки, то это может воду сделать ядовитой. Но все равно надо придерживаться. Все равно надо воду покрывать. Но смотрите, они очень и очень маленькие, есть большой шанс, что там ничего нету. Понимаете? Итак, эти пастухи, они доили корову, и там было у них молоко, и они не заметили, что змей, он попил и оставил свой яд. Но собака увидела, что змей оставил свой яд. Обычно, когда собака веет змей, она начинает лаять и много раз даже кусает змею, но эта собака, она не успела эту змею поймать, змея уползла и скрылась. Теперь эти пастухи возвращаются, они хотят это молоко попить, и эта собака начала лаять, и она собака начала пить это молоко, чтобы эти пастухи не попили. И собака моментально сдохла. Эти пастухи поняли, что собака спасла им жизнь. И они что сделали? Они ее не выкинули, эту собаку. Они решили ее отблагодарить. И вы знаете, они что сделали? Написано в книге Псикта Рав Кахана Парашат Башалах глава 11, что эти пастухи эту собаку похоронили, и они поставили ей памятник. Вы понимаете, поэтому даже еврей это спор, если он может собаку иметь или нет. Иногда мне люди звонят, рабаи, мой муж хочет иметь собаку, я жена не хочу, чтобы он имел собаку. Иногда муж жена спорят, если можно собаку держать или нет. Есть законы, какую собаку можно, какую нельзя, есть очень много законов. Например, один из законов, что если вы хотите кушать, вы с работы пришли уставший, вам нельзя кушать, пока вы кого не накормите? Животного. Если у вас есть дома аквариум, у вас есть рыбки, у вас есть кошка, у вас есть хомяк, собака не имеет значения, вы должны накормить животных. Что будет Яков если помыли руки, еще хлеб барахон не сказал, и потом ты вспомнил, что ты собаку не накормил. Ты можешь пойти собаку накормить, или ты должен теперь барахон на хлеб сказать? Закон говорит, после того, как человек помыл свои руки, он не имеет права разговаривать, пока хлеб не покушает, в трех случаях можно разговаривать. Первый случай, когда можно разговаривать. Первый есть, например, хлеб на столе не поставили. Если вы можете сами быстро взять, возьмите, но если например вы в ресторане находитесь, и официанта хлеб не поставили, вы можете сказать хлеб пожалуйста, или просто хлеб, в этом случае можете сказать принесите хлеб. Второй случай, когда можно разговаривать. Если вы вспомнили, что вы животного не накормили, вы можете сказать накормите собаку, и потом сказать барахон на хлеб. Вы понимаете, до такой степени. А я бы еще добавил, если вы видите, что ваш сын играется с ножом, маленький ребенок играется с ножом, есть опасность, если есть опасность, то вы можете сказать, поставь ножик, не играйся. Вы понимаете, поэтому еще здесь рассказывается, что поставили памятник кому? Рыбы. я знаю, что это очень странно, то, что я вам сейчас скажу, потому что мне самому трудно в это поверить. Если вы помните, несколько лет тому назад был случай, когда один испанец чистил рыбу, и рыба начала разговаривать. Вы слышали? Я знаю, что это очень тяжело в это поверить. Это было несколько лет тому назад, по новостям тоже было, и много людей в этом возмущается, я в том числе тоже. Трудно в это поверить. Но сегодня я читаю в этой книге, что на кладбище в Австрии, город Вена, Австрия, конечно, там есть много кладбищ, там написано «ПОНИТ МАНДАК», здесь похоронена рыба, которая кричала «ШМА ИСРОЕЛЬ». И это написано в записной книжке «ХЕВРА КАДИШЕ», города Вены, Австрии, и так это описывается, что произошло. Еще раз, «It's hard to believe I know». Очень тяжело в это поверить, что «МИИ ГАМСДАБУДА», я был на Лавуе несколько лет назад, и один рабай говорил «Рыба заговорила, рыба заговорила», и один парень не понимает бухарский язык. Он говорит «ФАТЕР, ВОРИНСЕЙК», что он говорит? И он говорит «Рыба заговорила». Это было смешно, понимаете, на похоронах не надо эти вещи говорить. Если вы видите, что народ не верит, не надо эти вещи говорить, правильно? Если у нас достаточно много Торы, которые мы можем сказать людям, но это здесь написано, это интересно, что это не первый раз, оказывается. Один человек, еврей, который жил в Австрии, города Вена, он купил большую рыбу лихот шаббат кодыш. Для шаббата надо кушать рыбу. Если, например, человек не любит рыбу, в шаббат он должен себя заставить кушать рыбу или нет? Вы любите рыбу или нет? Вы не любите суши. Вы не любите, потому что это сырая, правильно? Да. Я. Есть люди, которые имеют аллергию на рыбу. Я знаю до одного-двух людей, у которых очень сильно аллергия на рыбу, им нельзя возле быть. Но вы знаете, закон говорит, если вы не любите рыбу, нельзя кушать рыбу. Потому что мы кушаем рыбу на шаббат, чтобы удовольствовать. Но если это вам не удовольствие, вы мучаетесь, не надо кушать рыбу. Поэтому не надо заставлять человека, если он рыбу не кушает, не надо, на него кричать, сынок, почему ты рыбу не кушаешь, надо кушать на шаббат. Он не любит рыбу. Если вы не любите кушать массо, вы не хотите массо кушать на Пасху, вы должны себя заставить покушать массо. Ход вам нравится, ход нет. Но если вам не нравится рыба, вы не хотите, то вы не обязаны себя заставить. Потому что рыба, она для чего? чтобы удовольствовать, но ничем не мучиться. Да. Маленькие дети, они брезгуют голову рыбы. Рыба, понимаете, но, как говорится, мы кушаем, не обязательно кушать голову рыбы. Во-первых, написано, чтобы это была голова барана. Так как баран очень дорого стоит, его трудно найти, поэтому мы ставим вместо этого голову рыбы. Но мои дети, когда видят глаза этой рыбы, им становится очень неприятно. Понимаете, они говорят, не хотят. Вообще не обязательно. Это симоним. Это, как говорится, символайзинг. Но если вы не покушали яблоко с медом и так далее, это не грех. Это просто, как говорится, хорошая примета. Поэтому, если вы не любите рыбу, не обязательно кушать рыбу. Один человек купил рыбу лихвот шаббат кодыш, и когда он произнес эту рыбу домой и хотел его обработать, хотел его порезать, рыба начала говорить Шма Исраэль Адонай Элогену Адонай Эхад. Сколько слов он произнес? Шесть слов. Этот хозяин рыбы очень сильно испугался, потому что он никогда не слышал, чтобы рыба заговорила. И сразу он что сделал? Он принес большому рабаю, который был раби Шефтиль, сын Шла Акадош, и он ему рассказал. И рабай сказал, не кушай эту рыбу, ты должен ее похоронить и поставь памятник. Здесь покоится рыба, которая закричала Шма Исраэль. И он говорит, что до сих пор этот памятник существует, и он похоронен возле этого рабая, раба и шпитер, и это написано в книге Оцар Пилот Атора. Вы понимаете? Это тоже очень шок. Очень-очень интересно. А? А с лица заговорила, это все в Артуре написано, мы в этом не сомневаемся. Когда нельзя одевать черные одежды даже в простой день? Одевать черные одежды даже в простой день нельзя говорить. Когда это? Я первый раз читаю. Написал Рабимоша Исрла. Если женщина, у нее муж без вести пропал, и она осталась ни туда, ни сюда. Если, например, женщина, ее муж развелся с ней, или он умер, она может выйти замуж вторично, правильно? Но есть, например, муж куда-то уехал, и мы не знаем, где он находится. Она вот так осталась. Это называется агуна. Когда корабль вы хотите остановить, вы его, что делаете? Вы бросаете якорь. Это называется на иврите оген. Оген на иврите переводится якорь. Он тяжелый, он останавливает корабль. Но эта женщина, она называется агуна, что она остановила свою жизнь, и она ни туда, ни сюда не может выйти замуж, не может остаться с мужем. Он без вести пропал. Говорит Рабимоша Исрлан, интересный закон, что нельзя ей надевать черные одежды, пока не будет доказательства, что ее муж умер, и ей можно выйти замуж. Почему? Потому что, если она будет одевать черные одежды, люди подумают, что ее муж скончался, и ей можно выйти замуж второй раз. Но я не могу понять, одевать черные одежды, это обязательно или нет? Одевать черные одежды, когда кто-то умирает, это не обязательно. Но все равно мы видим, что раньше был обычай надевать черные одежды, когда кто-то умер. Вы понимаете? Мы хотим продолжить наши другие темы. Да, ваш партнер, пожалуйста. Я ходила как-то на халапаре, и там реветели сказали, что рыбу не обязательно на шаббат кушать, а яйцо обязательно. То здесь как? Так, значит, госпожа Света была на халапаре, и она услышала, что рыбу кушать на шаббат не обязательно, но кушать вареное яйцо на шаббат обязательно. И это не обязательно, и это не обязательно. Вы знаете, почему принято кушать вареное яйцо на шаббат? Это просто люди делают, но обязанностей в этом нету, понимаете? Почему кушают вареное яйцо на шаббат? Потому что яйцо это символ траура. Когда кто-то умирает, мы сегодня хоронили одну женщину, ей было 93 года, тетя Тамара Левиева, Джоша Маганендер Маша. Как мы ее похоронили, мы пошли в ресторан, и трое детей, они покушали яйцо в целом виде. Когда умирает человек, мы должны кушать яйцо в целом виде. Почему яйцо? Потому что у яйца все закрыто, и это значит, что у нас рот закрыт, много не надо разговаривать, когда кто-то умирает. И также здороваться нельзя. Вот дети этой умершей, с ними здороваться семь дней нельзя. Руку пожать можно или нет? Пожимать руку можно. Говорит Рабай Овадьо Исеф и другие книги, что пожимать руку можно скорбящему, но говорить шалом алейхем нельзя. Окей? Поэтому кушают яйцо, потому что у яйца нет отверстия. Возьмите помидор, есть там отверстие или нет? Вот откуда помидор порвали, там есть небольшая ямочка такая, это как бы ее рот. Огурцы, апельсины, у них есть отверстие небольшое, вот откуда порвали. Но у яйца все закрыто, это значит, когда вы идете в Мурдахуна, много разговаривать нельзя. Вторая причина, потому что яйцо, оно овальное, круглое, все то, что круглое, возвращается. Сегодня вы пришли на Лавойо, через 120 лет люди тоже придут, не дай Бог никому видеть смерти, на Лавойо тоже придут. Кто к другим ходит, к нему тоже приходит. Третья причина, потому что от яйца должен был вылупиться цыпленок. А он вылупился или нет? Он не успел еще пройти на этот свет, он уже погиб, цыпленок. И мы знаем одну молодую женщину, она забеременела двойняшки, у нее двое зародышей в животе, она была 5 месяцев беременна. Доктор сказал, I'm very sorry to inform you, мне очень жалко вам сообщить, что у вас двое детей в животе, мальчик и девочка, они не выживут. Вы очень худая, у них нет места там двигаться, один из них погибнет, другой может быть останется в живых. Пока они пытались одного спасти, оба умерли. Значит, цыпленок еще не родился, уже он в животе, на этом яйце уже он погиб, потому что мы же яйцо поели, мы же инкубатор его не поставили. То же самое мы говорим, да, ваша мама прожила 93 года, нам больно, все равно это мало, но спасибо хотя бы Богу за это, потому что смотрите на цыпленка, он еще даже не родился, уже он погиб. Есть люди, которые еще не родились, уже в животе матери погибли. В субботу, почему мы кушаем вареное яйцо, вы знаете, тетя Света? Потому что в субботу мы потеряли троих самых святых людей. Мошар Абену скончался в субботу, Давид Амелех ушел из жизни, в субботу праздник Шавуот, кто еще троицы скончался в субботу? Йосеф Ацадик. Йосеф скончался в субботу, поэтому в субботу кушают вареное яйцо, но это необязательно. Поэтому кушать яйцо в шаббат или рыбу на шаббат, это необязательно. Вы знаете, что важно на шаббат? Чтобы вы обязательно сделали кедуш, желательно на вино, если нет, на хлеб, и обязательно 30 грамм хлеба покушать на шаббат. Нельзя говорить, я на диете хлеб не кушаю, шаббат 30 грамм хлеба обязательно надо кушать три раза в шаббат. Все три прописи. Ну, саудашный щит, это махлёк, это мазанот, некоторые говорят, но желательно хлеб покушать. Еще один вопрос. Мы, например, с детства, когда кушали, нам не было варенье, что яйца кушают обязательно посыпая солью. Можно ли кушать? Можно ли кушать яйцо вареное без соли? Да. Если вы покушали без соли, это не грех, если вы соль не поставили. Мы идем дальше. Один человек, он является полицейским. В Израиле рабаи сделали большое-большое собрание. Это называется Ацеры Тфиля. Иногда вам посылают по телефону. Everyone, two o'clock in the afternoon, in the whole world, Yerushalayim time. Давайте все в это время будем что говорить? Шмай Исрой. Это хорошая идея или нет? Один человек просыпается, и у него вдруг зашла эта идея, и он всем посылает по WhatsApp-месседж, что такого-то числа в два часа по иерусалимскому или нью-йоркскому времени мы хотим, чтобы все в это время ровно 2.00, что сказали? Шмай Исрой. Это правильная идея или нет? Окей, кто говорит правильно, кто говорит неправильно. Я, например, не обращаю внимания на эти месседжи. Хотя у меня WhatsApp нет, я сразу говорю. У меня нет WhatsApp, у меня нет Facebook, поверьте, это такая тишина. Это WhatsApp, мы здесь молимся утром, бим-бим-бим-бим-бим, каждый, каждые три секунды у одного человека телефон звенит. Я говорю, я говорю, как он живет? Директор получает. Вы знаете, это каждые три секунды кто-то посылает. Ну ладно, сейчас мы не будем об этом говорить. Very good. 100 директоров. Колок, 100. Ну сколько из них вы послушали? Все. Все послушали? Как у вас время хватило? Колоком. Но если директоров, то нормально. Вот наши лекции тоже посылают. Куда идти? Тоже? Да. Работает один человек. Значит, какой у вас вопрос был? Все же невкусные яички. Да, соленые. Один человек работал полицейским, и он узнал, что в Израиле собирается 600 тысяч человек, чтобы вместе читать молитвы. Вы представляете, 600 тысяч евреев собираются. Много-много евреев. Больше, чем стадион. Вот здесь стена плача. Есть места, где могут поместиться много-много евреев. Итак, это было Рошходыш Адар номер 2 5 лет тому назад. 6 лет тому назад, точнее. Окей, 6 лет тому назад Рошходыш Адар бет, Тавшин Аиндалет, много-много евреев собираются. Теперь этот человек, он является полицейским, и полицейские им заведут задания, где они должны работать. Ты будешь в Тель-Авиве работать, ты будешь в Хайфе работать, ты будешь в АКО работать. Они везде, правильно, работают, полицейские. А этот человек, он хочет именно в этот день работать где? Где вот эти люди. Он говорит, я хочу, чтобы я тоже там присутствовал, но командир, кто назначает, он меня отсылает в этот день куда? В другой город. Но я хочу быть именно там. Я не хочу, чтобы я пропустил эти молитвы. Это мне дает силы, чтобы я был близок к Богу. Когда вы говорите, шмайз роли один, и когда сто тысяч, двести тысяч говорят, это одно и то же или нет? Даже здесь человек уже чувствуете. Я 14, не, не 14, я думаю, что 21 год тому назад это было. Каждые семь с половиной лет собирается еврей в стадионе. Первый января будет то же самое. Первый января собираются 70 тысяч человек, то, что называется сиюм-хашас. Каждые семь с половиной лет Талмуд заканчивает. И они там молятся, они делают девреторо. И что, дорогие друзья, когда я там был, примерно 21 год тому назад, а может быть 14 лет назад, я сейчас не помню, там было 55 тысяч человек в стадионе. И представляете, что такое 55 тысяч человек говорят хорош маэсроэн. Знаете, что это такое? Теперь этот полицейский, он хочет уговорить этого командира, кто их назначает. Кстати, когда вы видите 600 тысяч человек вместе, вы должны сказать барахол. Вы знаете об этом? У нас есть барахол на молнию. Когда there is thunder and lightning, you have to say blessing. There, you know what's the blessing? Когда есть, например, молния, you have to say blessing and lightning. бараха Таааше милокен милеха улам осе маасе барешит. When you hear thunder, когда вы слышите гром, барахо тоже есть. бараха Тааше милокен милеха улам, потом что? шекохо уговоротом али улам. Когда вы увидите 600 тысяч человек, есть бараха или нет? Но какой это бараха? Эта мара говорит нам и шулхан нарух урахань глава 224 закон 5. Хароэ шишим рибом и израэль баяхат. Когда вы видите 600 тысяч евреев вместе в одном месте на улице, вы должны сказать бараха. бараха шейм элокен милеха улам хахам аразим что это означает? На еврейце секрет как говорят? Секрет сод а еще как? сод это много секретов сод это значит раз на русском это раз два раза три раза раз на еврейце раз переводится секрет хахам аразим переводится спасибо тебе Бог благословен Бог что ты умный и все секреты этих людей ты знаешь ты знаешь что он думает ты знаешь что он замышляет ты знаешь что он планирует это бараха надо говорить когда когда вы последний раз имели такой шанс бараха сказать когда мы это бараха говорили я в жизни это бараха не говорил но это бараха было можно сказать 6 лет назнать знаете когда когда скончался раба который мне дал лайнсенс я имел большую честь у меня несколько раба давали лайнсенс один из них это раба уаде осей там было миллион человек так что можно было это бараха сказать спокойно человек который работает полицейским в этот день когда все будут молиться он будет другом городе но он хочет попросить начальника чтобы он поменял его чтобы этот полицейский который должен там быть чтобы его в труда поставили а меня поставили сюда можно это сделать или нет я не стенд и почему нет может быть это человек который сейчас он должен там быть полицейским в этот день он там будет 600 тысяч человек и он еще больше будет религиозным а сейчас ты говоришь командиру чтобы он его отправил в другой город у него этот шанс не будет и за вас он не приблизится богу вы поняли вопрос из-за того что вы хотите быть там из-за вас этот полицейский который должен в этот день там быть его отправят в другой город и он этот хизук не получит можно ли так сделать или нет работай не можете вы это сделать на первый взгляд почему потому что почему из-за вас этот человек полицейский который там должен быть он этот хизук не получит но рабай хайм каневский дай бог ему долгих лет жизни отвечает хаеха кодмин вот вам вопрос все цвета есть например два человека попали в пустыню один взял воды с собой а другой вода у него кончилась и теперь этот стакан достаточен только для одного человека чтобы выбраться из пустыни один человек нужен эту воду если 50 50 сделайте оба не дай бог могут умереть недостаточно только на одного человека эта вода хватит вы должны эту воду сами попить или вы должны дать своему другу а сами не дай бог умереть от жажды кто должен попить эту воду вы знаете что римляне говорят греки что говорят греки они этот вопрос задали по-другому если у человека есть один спасательный круг лодка поломалась они оба не могут плавать у них только один спасательный круг кто должен использовать этот спасательный круг греки говорят чтобы тебе не было больно брось этот спасательный круг и чтобы утонули вы согласны с ними тогда мы с ними не согласны один человек он должен остаться в живых кто должен остаться в живых хозяин воды или дайте это ему и сами не дай бог покиньте этот мир кто я уверен если это мама с ребенком она даст ребенку правильно это даже говорить не надо но мой вопрос если это считается самоубийством но это все равно я не буду отвечать потому что это не дай бог очень sensitive topic не дай бог никому быть в таком ситуации но однажды это уже было но там вообще воды не было когда помните авраам авину выгнал агар ее сына у них вода кончилась они воду не рассчитали и вода кончилась и она ушла далеко чтобы не видеть как ее сын погибает от жажды она потом нашла родник бог и открыл глаза а это так греки говорят мы сказали что греки говорят выкиньте этот спасательный круг чтобы они оба умерли чтобы не было угрызения совести но закон говорит твоя жизнь первое всего поэтому написано в книге Игерыч Муэль на Могилят Руд он приносит доказательства здесь насчет Боаза что он женился на Руда Муавиа здесь говорит ты имеешь право попросить начальника чтобы он поставил себя там где будут все молиться хоть даже он другого полицейского отправить в другое место это не твое дело но ты хочешь получить хизук это тебе даст много энергии служить Богу это не считается грехом если ты попрос начальника чтобы он отправил другого человека в другой город а ты будешь там где все будут молиться вы знаете несколько дней тому назад я поднял один очень такой вопрос щепетильный но меня Яков просит чтобы я на него ответил Яков очень хочет знать ответ на этот вопрос вот например парень встречается с девушкой как его зовут Илан Илан встречается уже два года я не знаю если он еще решил или нет но он еще учится потом он мне сам скажет Илан когда человек встречается с девушкой он должен ей все сказать или он может есть вещи которые не надо говорить лучше много чего не надо говорить да допустим что он делал ошибки в жизни он не хочет ей а может быть она потом узнает она на него будет злая или например он женился и через месяц развелся окей он женился через месяц он развелся теперь он не знает я должен ей это сказать я не должен ей говорить она узнает об этом есть вещи которые надо говорить есть вещи которые не обязательно говорить но это очень и очень sensitive topic почему потому что если потом она об этом узнает то это может проблема быть а иногда если вы счастье скажете то вы сразу она вам что скажет до свидания мы не для друг друга до свидания вопрос знаете какой мы бухарские евреи у нас есть слово худо я кучу человек с которым ты породнился у нас есть слово худо бог и у нас есть слово худо почему потому что бог ты должен его уважать первое а потом после бога кто худо надо уважать худо правильно теперь у многих американских они со своими худо они не так уж клоус они детей женят и худо они очень далеко здрасте до свидания нечаянно если увидят скажем но у нас в бухарских очень важно чтобы худо были тружны я знаю очень много бухарских где они с худо очень как родные братья и многие так теперь один человек его мама она еврейка но его папа гой а этот его папа выглядит как еврей он кипу одевает он в колесо проходит все тфилин он тоже тфилин нарочно надевает все думают что он еврей на самом деле он кто гой и вот один парень полюбил одну девушку и он с ней встречается и он не знает надо сказать ей что мой папа гой или не надо говорить как вы думаете все цветы а он должен сказать что папа его гой или не обязательно говорить мама еврейка а папа гой работа я хочу ответить итак здесь написано ответ на наш вопрос я думаю что на этом мы закончим должен ли он говорить или нет здесь написано что если вы знаете что это они скажут нет вам они не захотят чтобы вы с ним стали худо надо сказать итак написано в книге вот смотрите что написано в книге Орхот Рабейну том 1 страница 268 параграф 21 от имени Рабайхайм Каневский которому сейчас почти 100 лет главный раба Израиля он говорит это конечно не наш левел то что я вам сейчас скажу вот например если вы поедете Боро Парк да Боро Парк там есть хасиды они все очень религиозные все очень набожные худо-тарс хасиды они каждый день ходят микву мужчины они всегда ходят микву для них это очень и очень важно зима лето не имеет значения в микву он должен пойти женщины идут когда они нечистые когда очищаются есть например родился мальчик в нерелигиозной семье когда он родился его мама мама в микву не ходила это ребенок 100% кошер или чуть чуть там какой-то минус есть вы поняли вопрос он еврей 100% но была проблема что когда он родился его мама в микву не пошла у нас в союзе к сожалению многие в микву не ходили она не пошла до свадьбы ни один раз в микву в союзе очень много со стороны не ходили сюда приехали барухашем начали ходить но в союзе многие люди женщины может быть сто лет назад ходили да в союзе были миквы но большинство женщин микву не ходили в союзе теперь если ребенок родился когда мама была нечистая он называется бен не бен бен нид переводится сын нечистой женщины и в талмуде написано что у него характеры не блестящий у него есть минусы и к сожалению большинство из нас они родились когда мама к сожалению в микву не пошла но хасиды и очень очень религиозные люди они бы не хотели иметь таких домотов и таких келинов теперь одна набожная семья религиозная они раньше были нерелигиозными и потом сейчас они супер религиозные сейчас их девять дети встречаются и он не знает мне сказать что моя мама в микву не ходила или не надо это говорить надо говорить или нет говорит рабай хаим каневский что если ты знакомишь людей келин домотов ты их знакомишь и ты знаешь что эта семья очень 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 макпид они очень строгие чтобы ребенок родился когда мама чистая вы знаете что они очень макпидим ты должен им сказать это правду я хочу вам сказать одну маленькую вещь я не знаю если вам помешает или нет но этот ребенок когда родился его мама в микву не пошла если это Бухарский говорить не надо потому что Бухарский они ничего страшного они не возражают но если это хасиды они очень и очень строгие насчет этого вы должны сказать если вас спросили вы должны сказать так если например они сказали моя дочка сейчас встречается с этим парнем ты его знаешь а вы знаете что его мама никому не ходила вы должны сказать как есть правду но если вопрос если он сам должен это сказать Тора говорит нам Рабахаим Каневский говорит что его папа Стайплер говорит что не надо говорить его папа говорит не надо но он сказал тоже мой папа говорит что не надо говорить но он говорит это две разные вещи когда у ребенка мама была нечистая или если его папа Гой это совсем две разные вещи когда папа нееврей это намного строже кстати когда он будет жениться надо написать его папина имя или мамин имя если папа Гой в ктубе его имя нельзя писать надо написать мамин имя вы же не будете писать Йосеф бен Иван, вы же не можете это написать, Йосеф бен Иван, вы же не можете это написать, вы будете писать Йосеф бен, понимаете, работай, здесь написано, что рано или поздно они узнают, что это Иван бен болван, я не хочу так говорить, они узнают, что это Гой, они узнают об этом, как они узнают, вы знаете, когда у нас есть свадьба, мы много раз даем родственникам Шева барахот, мы даем барахот дедушке, мы даем барахот папе, мы даем барахот дяде, правильно, теперь папа этой девушки, он Гой, ему дадут вину, скажут, пожалуйста, господин, но он уже свое имя не Иван сделал, он уже сделал имя другое, знаете, еврейское имя он придумал, теперь ему дают вино, а он скажет, Шева барахот, он говорит, я не знаю, как благословлять, почему потом, вот на русском читайте, а его барахот не читается, поэтому рано или поздно, или, например, надо Ассоро арви читать, и его говорят, заходите, заходите, папа невеста, заходите, а на самом деле он Гой, он скажет, я извиняюсь, я вам скажу правду, я Гой, вы Гой оказывается, вы не еврей, будет большой бардак, если он Гьюр проходит, вы тогда правы, но мы говорим, когда он Гьюр не прошел, а вы знаете, я вам скажу одну вещь, даже если он Гьюр прошел, если это Коэн, не имеет права он жениться на его дочке, Коэн не имеет права жениться на девушке, у которой папа Гой, надо, чтобы она была и папа, и мама, чтобы были евреи, потому что Коэн, у него есть специальные законы, поэтому Яков Джон, на вопрос, который мы подняли в прошлый раз, должен ли он говорить или нет, здесь он приносит много-много книг, недавно был один случай, как один человек, молодой мужчина, у него было двое детей, он пришел к Рабаю, Рабай Элизар Монахем Шах, был самый главный Рабай в Израиле, он скончался 10-15 лет назад, Раф Шах, все его и знали, и он говорит, Рабай, мне сказали секрет, что оказывается, папа моей жены, он Гой, я говорю, хочу с ней развестись, потому что они у меня это скрыли, и мне не сказали этот секрет, они это держали в секрете, Рабай говорит, пожалуйста, не разводись, у тебя уже двое детей есть, зачем, еле как, Рабай его уговорил, чтобы он не развелся, и он остался, но он хотел развестись, поэтому работай, закон говорит, что ты должен сказать правду, дорогая моя, я тебя очень уважаю, я с тобой хочу встречаться дальше, но я хочу, чтобы ты знала одну вещь, я не знаю, если захочет со мной встречаться дальше, нет, если это будет мешать или нет, но папа Гой, он должен сказать правду, или она должна сказать правду, что папа, к сожалению, у них не еврей. Я хочу закончить мои речи, есть еще другие вопросы здесь, должен ли он сказать своей невесте, что его брат глухонемой, потому что она будет бояться, может быть, ее дети будут похожи на него, должен ли он сказать, что его волосы покрашены, и иногда вы видите, что у него волосы покрашены, есть люди, которым им 50 лет, у него волосы 95%, еще все, ну, не все, уже 95%, волосы у него, есть люди, которым ему 25 лет, он уже весь седой, теперь он красится, должен ли он сказать, что у меня волосы покрашены, я на самом деле старик хатабыч? Здесь много-много вопросов, надо сказать, что я много Тору не знаю, дорогая моя, все думают, что я Тору, гамара наизусть знают, на самом деле ты должна знать, что я даже один гамара не знаю, я просто там тут разброс знаю, он должен это сказать или нет? Вот так работаю, и потом, если, например, вам 38 лет, да? Девушка говорит, а вот даю, ам Тори Сэма, на самом деле вам уже 38, окей? Это считается big deal или нет? Все big deal, нельзя брать. Вы понимаете? Вот такие вопросы здесь есть, но у нас время уже закончилось, я хочу еще раз сказать большое спасибо вам, семья Малаевых, тет Света, мл. Игорь, госпожа Лариса, домот, наверхот, тет Тамара, хулор, рафош, лемотия. Сегодняшний урок был для Лейну Нишмат, мл. Гавриэль, микрегришу Малаев, бемурат Эстер, которого мы никогда не забудем, 19 лет, как он ушел из жизни, дай Бог, чтобы мл. Гавриэль молился за нас, он ушел из жизни праздник Хануки, праздник Света, и оставил очень яркий след за собой, и мы еще раз всем благодарны за то, что вы с нами. Баруха, дуна, ле, олам, амин, амин, амин.